Традиция возникла в 18 веке Оказывается, от сильных ударов колокол может потерять голос, его можно разбить. Существует и множество других опасностей. Поэтому не стоит обижаться на запрет и подниматься на колокольню в отсутствие профессионала. Вообще традиция очень древняя и связана с тем, что люди 40 дней несут пост и готовятся к светлому Христову воскресенья, к Пасхе. И когда наступает светлое Христово воскресенье, наш Пасх, весь мир радуется. И Господь всем дает возможность вместе сорадоваться, вместе общаться. И отсюда пошла такая традиция, что на светлое Седднице всем желающим доступен этот молитвенный труд. То есть можно каждому человеку попробовать позвонить в колокола, послужить в ангельском чине и почувствовать и разделить эту радость Христово воскресенье. Страшные удары рождают неправильный звук. Колокола начинают болезненно визжать. Упор надо делать на аккуратность и бережность. Самое лучшее – звонить вместе со звонарем, вслушиваясь и аккуратно вплетая свой подзвон в его звоны. До конца пасхальной недели еще можно успеть воспользоваться этой редкой возможностью и стать автором уникальной музыкальной мелодии пасхального перезвона, которую услышит вся округа.